Шмар, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан. Как здорово, что мы можем служить друг другу, потому что в этом мире, когда мы уходим на свои места, думаю, что мало кто служит нам, поэтому это прекрасное время, когда мы можем делиться словом, молитвой, как написано, да, если мы собираемся, у кого-то есть слово, псалом, сегодня было прекрасное прославление, просто чудесное прославление, пусть вас Бог благословит. И я бы хотел поговорить, знаете, я готовил другую тему, у меня была готова тема, я хотел говорить о Песохе, хотя он был совсем недавно, но Бог что-то сделал, не знаю, с моим сердцем, и я просто почувствовал, что нужно подготовить тему о Шавуоте. Хотя можно говорить о Песохе, и можно вообще говорить о Новом Годе, в принципе, они же там как бы все, недалеко эти все праздники, но тем не менее, недавно мы отмечали праздник, прекрасный праздник Шавуот. Кто еще не перестал его отмечать? Кто еще отмечает дальше? Кто еще не начал его отмечать? Спасибо огромное, спасибо. И поэтому, друзья, Бог дал мне слово, я хочу как бы с вами поделиться этим словом, и, конечно, уместно в это время именно говорить о Духе Святом. И Дух Святой — это прекрасная, уникальная Личность. Почему уникальная? Потому что если кто-то в жизни своей хоть пережил один раз его прикосновения, он может со мной согласиться. Когда мы переживаем его присутствие, то мы не остаемся прежними. Кто не переживал, пусть Бог благословит вас пережить его присутствие, потому что после того, как мы переживаем, мы не остаемся прежними. И об этом говорит Писание. Поэтому это очень уникальная, прекрасная Личность. И тема о Святом Духе — это очень большая, это очень объемная тема. Порой даже, может быть, не всем понятная. Почему непонятная? Потому что мы не можем Святого Духа поместить в рамки нашего понимания. Иногда, а может быть, часто он действует так, как мы не понимаем или мы не видим, но он действует так, как ему угодно. Поэтому иногда, возможно, это не совсем где-то понятно для нас. И Писание, да, Писание, Слово Божие, говорит об уникальной его сущности, его работе и функциональном проявлении. Мы знаем, что Дух Божий, Дух Святой, да, Он участвовал при сотворении мира. Мы видим прекрасную планету, мы видим прекрасное, что Он сотворил, да, и мы знаем о Его красоте. И также Писание говорит, да, о Его функциональном проявлении, да, то, что Он является утешителем. И Шоу говорит, что Я ухожу, да, на небеса, но посылаю Вам утешителя. Также о Нем говорится, как о наставнике, как важно иметь, да, ну, наставника. Он учитель, ходатай, помощник, приносящий мир и жизнь. Там, где нет жизни, приходит жизнь. Где из пустыни может сделаться цветущий сад. Так же Он приносит жизнь и радость, наделяет силой и властью, дарами. И так смотришь, да, вот столько много может вместить, да, в себя Дух Святой. Настолько разнообразная Личность Бога, которая может вместить многое. И я бы хотел поговорить о Духе Святом, как о помощнике. Можно много говорить, ну, каждая тема, да, она, ну, требует особого внимания. И уместно, да, можно говорить о том, что я перечислил. Об утешителе, наставнике, учителе. Но Бог как бы обратил мое сердце поговорить о Духе Святом, как о помощнике. И тема моим профилям называется «Дух Святой – помощник в повседневной жизни». Мы живем обычную повседневную жизнь и сталкиваемся с разными ситуациями. Но Дух Святой, Он также помощник в повседневной жизни. И второе, я бы хотел поговорить о важности и необходимости дара вспоможения. Дар вспоможения и дар помощи, в принципе, как бы одно и то же. И для начала я зачитаю. Это книга «Исход», 17 глава. Есть очень хорошая история, где говорится о важности этого дара. «Исход», 17 глава, 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с Израилем в Рифадиме. Моисей сказал Иисусу, то есть Иисусу Навину, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей Маше, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Араон и Ор взошли на вершину холма, и когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. «Когда же руки его опускались, одолевал амалик. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Араон же и Ор поддерживали руки его». Один с другой стороны, а другой с другой стороны. «И были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисуса Малика и народ его острие меча». И вот история. Амалик сражался с Божьим народом, где Иисус Навин был тоже в этой битве. И вот один из таких сложных моментов в жизни Моисея – идет война. Моисей молится Господу, поднимает руки, потом проходит время, он просто физически не может их держать долго, потому что мы все устаем. И руки его опускаются, и начинается другой момент, одолевает амалик. И что сделали Ор и Араон? Они поддерживали его руки. И это очень важно, это очень важное служение. Возможно, оно не такое яркое, как мы видим, но это очень важное служение. И мы иногда недооцениваем дар вспоможения или помощи. На самом деле нам помощь нужна. Кто может сказать, что вам не нужна помощь? Можете поднять руку там, кто может? Я думаю, что помощь, она нужна всем, правда? Ну, всем. Если бы в какой-то момент нам не оказали бы помощи, да, ну, в жизни, в тяжелую ситуацию, то, возможно, бы некоторых, ну, из нас, возможно, бы не было бы здесь. Я помню, когда я пришел к Господу, это был 96-й год, в моей жизни был тяжелый. Возможно, в чьей-то жизни это был какой-то старт, пик, подъема, но в моей жизни был очень тяжелый момент. Работы нету, ничего нету, ни гроша. И один хороший брат, он вел домашнюю группу, он просто посмотрел на меня, в чем я пришел. И говорит, слушай, у меня там есть место, там поможешь мне в работе. И он помог мне в работе, и это где-то, ну, потолкнуло меня идти дальше, идти дальше за Богом. Поэтому очень важно. И в помощи нуждаются все. В каком бы человек положении ни находился, в помощи нуждаются все. Начальник, директор, президент, служитель. Я думаю, что даже Рэбе он нуждается в помощи, правда? Хотя Рэбе много на себя берет, но он также нуждается в помощи. И любой человек, любой человек, он нуждается в помощи и в поддержке. И Моисей, Моше, он тоже нуждался в помощи. И это благословение, когда люди, которые, да, обладающие этим даром, да, или которые помогают, они оказались в тот момент в нужном месте, когда, да, происходила война. И знаете, это великое благословение, когда нас окружают люди, да, или есть человек, который помогает нам. И это очень важно. И мы, да, мы привыкли как бы смотреть то, что, да, на высокое там положение, вот какой там крутой проповедник, вот там начальник и так далее. Но когда, как говорят, что за сильным мужчиной не менее сильная женщина стоит. Поэтому мы сильные. Я думаю, что помощники. Поэтому, да, жена в Писании названа как помощница, которая помогает, ну, во многом помогает. Я благодарю своей жене, которая иногда, часто меня вдохновляет, но иногда бывает дает где-то святого, как говорится, этого, как это, пинка. Дает вдохновение. Говорит, чего ты ноешь? Господь с тобой. Муж сильный. Ты думаешь, ну, да, на самом деле. Так ты же со мной, Боже, да? Спасибо. Поэтому я благодарю в лице всех мужчин, благодарю женщин, жен, которые поддерживают. Пусть Бог вас благословит. Поэтому это очень важно. И этот дар, он необходим телу Мессии, телу Христову. Он просто необходим. И он необходим не только, ну, да, именно к телу Христову, но также он необходим вообще во всем мире. Ишуа, помните, он привел пример о добром самарянине. Очень хорошая притча. Да, лежит человек избитый, без ничего, мимо проходит священник, посмотрел, прошел мимо, видно служение, надо спешить. Следом за ним идет левит, то же самое. И проходит самарянин. Увидел этого человека, помог ему, да, помыл раны. Он же без служения. Он же без служения, да. Просто проходил мимо, думал. Вот. И оплатил, ну, мы знаем эту историю. И это очень важно, оказывать людям помощь. И я думаю, что это служение, оно не для особых людей. Я думаю, что каждый может служить таким даром. Даром помощи или даром вспоможения. Потому что Иешуа призывает нас это делать. Ефесянам 2,10 говорится, «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе, да, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Также в Матфея 5,16 написано, «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного». Очень важно, когда мы делаем добрые дела. Возможно, оно невидимо. Возможно, оно не так заметно. Возможно, оно не публично. Но это очень важно. Я думаю, что если Божий народ, если да, каждый из нас, и спасибо, что вы делаете, но если мы будем делать больше добрых дел, то меньше будет злых людей. У меня есть хороший пример. Моя младшая дочь однажды возвращалась со школы. Вы знаете, иногда Бог создает такие ситуации, что главное, чтобы мы не проходили мимо, когда прошел левит и священник. И вот такая была ситуация. Она возвращалась со школы домой, и она увидела человека, который сидит на рельсах. Мы живем здесь, дороги железные, и часто проходит поезд туда-сюда, там шумно. Мы уже привыкли к этому шуму. Иногда, когда тихо, мы как-то удивляемся, что же происходит. И вот она возвращалась со школы, и увидела, что человек сидит прямо на рельсах. И она думает, ну подойду, спрошу. И она подошла, спросила, говорит, мужчина, вы что здесь сидите? Я не знаю, о чем он там ей говорил. Она говорит, ну вы лучше отсюда уйдите. Вон есть хорошее место, вот травичка, бордюрчик, можете там посидеть. Она увлекла его, ну то есть забрала его оттуда. И потом через время, когда она шла снова в школу, то этот человек, и она просто, ну, слаз с моей женой, и этот человек увидел ее, и он говорит, вот мой ангел прошел. То есть это ангел, который помог мне. Я не знаю, что бы случилось, если бы она не оказалась в тот момент там. Я не знаю, что бы случилось с ним, если бы она прошла мимо этого человека. Но она, да, она помогла этому человеку, и она спасла ему жизнь. И я смотрю, что бывает, Бог создает такие ситуации в нашей жизни, да, как вот эта притча о добром самарянине, когда, ну, просто нельзя проходить мимо. И Бог обращает нас очень сильно, наше внимание на эти вещи. Поэтому, друзья, очень важно. Бог призвал нас делать добро, и это очень важное служение, необходимое, как в теле, да, как в общине, как в церкви, и как вне церкви. И бывает, иногда мы перестаем делать добро, потому что мы не видим результатов, да, в своей жизни. Хотелось бы видеть результаты, когда мы что-то делаем, мы служим, и думаешь, да, ну, кому это надо? Но Слово Божие, оно говорит, что делая добро, да, не унываем, потому что в свое время мы пожнем. Знаете, иногда дети растут, и мы столько, да, у кого есть дети, вы знаете, что мы влаживаем, мы учим, мы вкладываем, мы вкладываем, мы учим детей, мы наставляем, не всегда мы видим, но приходит время, они потом говорят спасибо. Думаешь, ну, как здорово, да, что все-таки я. И Писание говорит то, что делай добро, да, не унываем, ибо в свое время ты пожнешь, если не ослабеешь. Поэтому очень важно, друзья, делать добро, это очень важное служение, то, о чем мы говорим. И вторая часть, я бы хотел все-таки поговорить о Святом Духе как помощнике. Иоанна, 16 глава, 7 стиха, здесь говорится такие слова. Но я истину говорю вам, потому что, почему о помощнике? Потому что Дух Святой, он очень сильно обладает, можно сказать, этим даром, да, или, ну, помощью. И помощью, возможно, в повседневной жизни. Поэтому я хочу именно говорить о Духе Святом как о помощнике. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. И если пойду, то пошлю его к вам. И я смотрел, интересно, слова утешитель. Здесь говорится такие, что утешитель, да, это советник, защитник, заступник, помощник. Скажите слово помощник. Помощник, укрепляющий и подстраховывающий. И можно сказать так, да, он говорит, я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел на небо. И если я не пойду, то утешитель, советник, защитник, заступник, помощник, укрепляющий, подстраховывающий не придет к вам. А если я пойду, то пошлю его к вам. И вот мы думаем, что Дух Божий, он всегда действует на больших конференциях, на больших служениях. И это Амин, это так, это здорово. Но я верю, и мы потом посмотрим в Священописании, и это как бы моя вера о том, что Дух Божий, он действует просто в повседневной жизни сейчас. Это здорово, когда мы едем на конференции, когда мы общаемся, когда мы наслаждаемся Его присутствием на огромных таких мероприятиях, служениях. Но Дух Божий и Его та же цель, Его миссия служить нам в повседневной обычной жизни. Потому что Он для этого был послан. Это Его предназначение. И я хочу, чтобы мы об этом тоже думали. И интересно, есть словарь Вебстера. Да, Вебстер, это человек был, Ной Вебстер, там много, человек, который, он был учителем, и он был еще лингвистом. Он много переводил слов. Это верующий человек, верит в Господа, но немножко как бы, ну, не нашего как бы времени. И вот в Его словаре слово «помогать» интересные слова. Оказывать помощь, поддержку, подкреплять, помогать в работе, помочь построить дом, помочь выплатить долги. Как здорово, да? Помочь запомнить или понять что-либо. Это очень важно, потому что часто мы что-то читаем, и как-то даже проповедь, да, вот как важно, говорит, Господи, помоги мне, ну, запомнить. Потому что иногда бывает, о чем говорил там пастырь, какая была прекрасная проповедь. А о чем, ну, как-то вот пролетела. Поэтому очень важно, да, то есть это помочь, запомнить или понять что-либо. Слово Божие, когда мы читаем, очень важно, да, нам понимать. И Дух Божий, Он открывает нам. Помочь преодолеть горе, освободить из тюрьмы, принести облегчение или исцеление, уменьшить боль или переживания, исправить, изменить к лучшему, предотвратить. Как много вот в этом слове помогать, много, да, ну, просто параллельных слов, да, ну, похожих слов. И интересно слово предотвратить. Знаете, в нашей жизни очень много было ситуаций, когда Дух Святой, Он какие-то вещи предотвращал сделать. То есть, ну, я знаю, что в вашей жизни можете, как бы, да, тоже, тоже переделиться, когда что-то вы должны были сделать или что-то вы хотели сделать, и Он, как бы, остановил вас, и вы не сделали. В нашей жизни был такой момент, когда я пошел на работу, работать, недалеко от дома, я работал в ременном цеху, я делал кожаные ремни, и моя супруга любимая всегда приносила мне обед. И вот один прекрасный день она приносит мне обед, но она пришла немножко раньше, она пришла немножко раньше, когда я еще работал, и она говорит, я, говорит, подожду тебя на скамеечке. И вот, говорит, я подхожу к скамейке, и меня что-то останавливает. Просто остановись. Она останавливается, и огромное дерево, громадное дерево, падает эту скамейку. И скамейка просто в дребезги разбивается. И знаете, для нас это просто, ну, Боже, спасибо тебе, что ты сохранил, ты остановил. И есть много, как бы у меня это время, есть много ситуаций в нашей жизни. Часто было, когда мы ехали в машине, и Бог говорит, поверни вправо, внутри, или остановись, или какая-то тревога непонятная. И мы однажды едем на служение, и тут кто-то вылетает к нам на встречную полосу, и просто, слава Богу, что, ну, вот было такое побуждение свернуть вправо. То есть, ну, я думаю, что в вашей жизни есть много ситуаций, когда, да, Господь, когда Дух Святой, Он просто предотвращал какие-то ситуации. есть моменты, когда Он говорил нам какие-то вещи, но мы все равно попадали в какой-то просаг. Я расскажу и эту тоже историю. Знаете, что, даже если мы попали в какой-то просаг, Он тоже нас оттуда вытаскивает. И, знаете, у нас была одна история, это было самое тяжелое лето в нашей жизни. Однажды я купил ударенную машину. Увидел, увидел объявление, увидел, какая цена хорошая, и так подумал, ну, сделаю, отремонтирую, и потом перепродам. И вот, а внутри такое побуждение, что, ну, как бы, ну, не стоит. Думают, а, ну что ты, ты что, веры у тебя мало? Ты же человек верующий. Мало веры, давай, все как бы нормально. И вот, мы едем, мы эту машину посмотрели, потом мы едем с супругой в маршрутке домой, и такие мысли, купить, не купить, купить, не купить. И тут в маршрутке играет песня. И слова ее такие, бэры, бэры, бэры. Знаете, есть такая песня, давай, давай, давай. И я сижу в маршрутке и слушаю эту песню. И тут поворачивается жена ко мне и говорит, надо брать. Я потом подумал, боже мой, я же верующий человек. Как я мог повестись на такую песню? Я как бы, ну, не слушай, ну, это вот эта песня, думаю, это она на знак. Тем более еще супруга сказала, слушай, надо брать. И я думаю, все, берем. Друзья, это было самое тяжелое лето в нашей жизни. Мы чуть не стали свидетелями убийства. Это было, там, конечно, не было убийства, но мы чуть не стали. Это было так. И мы берем эту машину, нам советуют хорошего мастера. Говорит, мастер золотые руки, делает очень качественно, все очень хорошо. Но нам не сказали, что этот мастер, любитель этого дела, выпить. И вот мы отвозим эту машину к мастеру, он посмотрел, сказал, Павел, сделаем максимум месяц. Это был, по-моему, начало лета, или это был май месяц, или июнь месяц. Ну, думаю, за июнь он ее сделает, и потом будет все хорошо. Начинает он ее делать. Неделю делает, две недели он в запоях. Семейные проблемы, обстоятельства. И вот мы звоним ему, он не отвечает на телефоны. Мы потом думаем, уже проходит неделя, две, месяц, уже пошел июль месяц, уже середина июля. И жена говорит, так, поехали забирать машину. И мы поехали эту машину забирать. Мы поняли, что этот человек, он неадекватный, мы поехали ее забирать. Приезжаем туда, гараж закрытый, все говорят, ааа, вы зря приехали. То есть он будет где-то в конце лета. Мы говорим, ну как, ну нам нужна машина, ну как это ж, он говорит, мы уже думали вызывать полицию. Ну тогда еще, по-моему, милиция была. Думали, что как-то этот вопрос решать уже со властями. И тут он появляется в нетрезвом состоянии. Мы говорим, мы говорим ему по имени, говорим, пожалуйста, вы можете машину отдать, какая она есть? Я нашел другого мастера, он говорит, я не отдам. Пока я не сделаю, я ее не отдам. И вы знаете, и мы с ним ругались, он сказал, что я вам не отдам. Рядом тоже рабочие увидели, видно, надо мной жалились, и давай с ним тоже как бы спорить. Ну что ж ты делаешь? Тебе человек доверил как бы, ну, имущество, ты должен был сделать. Вот. И он начинает с ними как бы ругаться. Я думаю, ну слава Богу, что Господь за меня вступился, как бы, от других людей. И тот парень, недолго думая, берет и ударяет его в голову. Тот падает, и все, и не дышит. И тот мужик, мужчина, который ударил, он говорит, так, вы ничего не видели, вы ничего не знаете, и все разбежались. И вот смотрите, такая, и вы можете представить, ситуация, стою я, стоит рядом моя жена, и лежит человек посредине, который не двигается. Я смотрю на свою жену, у него, у нее же большие красивые глаза, в тот момент они были еще больше. И мы стоим, и я думаю, и все разбежались, и думаю, что делать, нам тоже убегать? Как-то, как-то, ну, неудобно убегать. И я стою, думаю, боже мой, лежит человек, не шевелится, ну, наверное, его убили. Я думаю, боже, помоги мне, что мне делать? Я не знаю, что делать. Человек лежит, стоит, жена, я стою, никого нету, все, боже, помоги мне. Тут вдруг он просыпается, встает, говорит, что случилось? Да ничего страшного, ничего страшного, просто упал, подскользнулся, говорит, ну, ладно. То есть мы с божьей помощью как-то забрали эту машину, такая, какая она есть. Как-то ее слепили, сделали, плохо покрасили, я ее продал, потерял на ней, ну, много денег, но ситуация такая. То есть Господь, Он нам говорил, но даже если Он говорит, и мы поступаем все-таки по-своему, а часто мы поступаем по-своему, в обычных ситуациях, то Бог все равно, Дух Святой, Он все равно нас выводит с этих, даже если мы уже, ну, попали, ну, что ты сделаешь? Ну, уже все, уже шел, упал, очнулся, ну, уже все, ну, ты уже попал в эту ситуацию. И Господь все равно, Он по своей милости, Он все равно нас с этой ситуации вытаскивает. И мы причисляли качество Божие, да, чем Он обладает. И читая все это, мы можем радоваться, что у нас есть помощь в жизни, и что мы не одиноки. И одна из самых уникальных молитв, это, Господи, помоги мне. Я думаю, что это уникальная молитва. Мы думаем, так как, ну, чтобы постоянно просить, Боже, помоги, 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 дай, но я думаю, что это уникальная молитва, потому что на самом деле, Бог, да, Святой Дух, Он готов помогать и участвовать в простых вещах в нашей жизни. Мы думаем, что Его помощь, она, возможно, там что-то, какое-то слово, пророчество, что-то такое грандиозное открыть, куда-то поехать или так далее. Но Его помощь, она часто проявляется, часто проявляется именно в повседневной жизни. Я думаю, это нормально говорить, Господи, помоги мне в учебе. Боже, помоги мне в работе. Помоги мне закончить начатое. Я часто молюсь этой молитвой, помоги мне закончить начатое, потому что вроде я делаю, делаю, и не нету конца. Мне, ну, все как бы, да, всем известно, что я там делаю ремонты в своем доме. И когда меня спрашивают даже на работе, как у тебя дела, я говорю, и все знают, что я у меня, я, ну, как бы делаю ремонт, и все думают, наверное, ты уже построил третий этаж, наверное. А я все первое строю. Я говорю, Господи, помоги мне закончить начатое, потому что если я заканчиваю начатое, я снова начинаю делать с самого начала. Знаете, такое у нас есть вот межсезонье, у меня постоянный сезон, и все по кругу. Я всегда прошу, говорю, Господи, помоги мне закончить. И это очень, очень важно. Боже, помоги мне выйти замуж или жениться. помоги полюбить обидчика или врага. Помоги мне не обижаться. А? Жениться помуж. Да, я же говорил, что помоги мне жениться или выйти замуж. Это тоже от Господа. Бывает, что мы делаем какие-то самостоятельные, да, думаем, да, мне уже, мне уже 27, а я еще не замужем. надо что-то делать в интернет. Хлопс. Не, но это тоже. Поэтому очень важно. Помоги, Господи, мне не обижаться, не обижать никого. Помоги мне принять правильное решение. Помоги приготовить вкусный обед. Это тоже, тоже нормально. И много, много, что можно перечислять. Боже, помоги, помоги, помоги. Мы должны у Бога просить, потому что Дух Святой для этого послан. И иногда люди не просят, возможно, есть две причины. Возможно, что это гордость, я все как бы сам, я ничего не нуждаюсь, я сам. Или, возможно, какая-то есть проблема, знаете, в нашей семье очень мало кто что-то просил. Я вот вырос в семье, где вот даже моя мама, я часто ездил к бабушке, она говорит, ты только там ничего не проси, даже если будут давать, ничего не бери. Ну, как вы там, что-то можешь взять? И вот я рос в этой, ну, понятно, что она росла, у нее была своя жизнь, и я вырос в семье, что очень тяжело попросить. Думаю, что-то как-то напрягать, говорить, ну, как-то вот неудобно. Есть две причины, да, почему мы не просим. Мы думаем, так как-то вот неудобно попросить, но иногда нужно просить. Может быть, не так часто друг друга, но Духа Святого нужно часто просить в любой ситуации. Я помню однажды я был подростком, и я так хотел велосипед. Я вижу, что все катаются, думаю, так хочу велосипед. Я все-таки подошел, я все-таки переборол свое не хочу, подошел к бабушке, к дедушке, говорю, я так хочу велосипед. И мне они, конечно, через год его купили. Поэтому вот есть такой момент, да, какая-то может быть проблема детства, когда мы думаем, да, ну, как-то мы сами справимся. Но это неправильно. Мы должны просить. И так много есть мест писаний в Библии, где говорится о том, что Господь, да, Он готов нам помогать в любых ситуациях. Я хочу эти местописания прочитать, потому что на самом деле самый яркий пример это нота Божье Слово, яркий пример правильный пример, истинный пример, это вот Божье Слово, где мы можем прочитать о том, что как важно просить, и то, что Бог, Он хочет нам помогать, это есть в Его сердце, это Его желание. И Псалом 108, 26 говорится, помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости своей. Псалом 26, 9, не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе обрабатывая его, Боже. Псалом 37, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Марка 9, жалься над нами и помоги нам. Это когда, помните, подошел человек, там написано, и многократно дух бросал его в вагоне в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, жалься над нами, помоги нам. Марка 9, 24, и тотчас отец отрока воскликнул со следами, верую, Господи, помоги моему неверию. Евреям 4, 16, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Для чего? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И последнее, евреям 13, глава, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. В этих словах Писания мы видим, что Дух Божий, Он с радостью хочет помочь в любых ситуациях. И нам не нужно стесняться просить помощи у Него. И есть очень важная сфера, где мы действительно хотим, не то, что хотим, мы должны просить у Него помощи. Очень важная сфера – это просить поступать правильно. Потому что во многих случаях мы поступаем где-то неправильно, думаем, что правильно, понимаем, что правильно, но бывает, что поступаем неправильно. И это очень важная сфера, где мы должны просить у Господа помощи об этом. И возможно, конечно, нам легче просить о том, что нравится и что нам хочется. Потому что поступить правильно – это не всегда легко. Какой-то сделать выбор и поступить правильно. В моей жизни была такая ситуация. Я люблю своих родителей, но у моего отца была проблема. Он выпивал, он пил и часто обижал мать. Мы уже были верующие, мы верили в Господа, мы служили Ему. И каждый раз, когда он приходил домой, он всегда обижал. И я долго терпел. Я во мне накапливалось, накапливалось. В какой-то момент в моей жизни у меня даже было такое состояние, ну, это, конечно, неправильно, что мне хотелось, не знаю, мне хотелось убить его. Конечно, это неправильное состояние, потому что оно столько накапливалось. И в какой-то момент он приходит и обижает маму. И я не сдержался и дал ему сдачи. уже верующий, будучи верующим. И потом мне так было неприятно, так было внутри, ну, я понимал, ну, я думал, что я поступил правильно, сколько можно. Обращались там власти, власти говорят, ну, это ваши проблемы, мы ничего не можем помочь. И вот так шло время, и один служитель, когда он поделился своей историей, он говорит, ты должен подойти и попросить у него прощения. Я говорю, ну, как? Я говорю, ты сделал неправильно, потому что родители это святое, какие бы они ни были, они твои родители. Ты должен прийти, потому что Бог, он говорит, что ты будешь есть обетование о долголетии жизни, о благословении. И Бог очень серьезно относится, ну, к родителям. И я долго мучился, я не мог, я три дня мы жили в квартире, и когда-то ситуация произошла, ну, как бы, то он никуда не выходил, лежал просто, ну, просто лежал на кровати, чудом он как-то перестал пить, просто лежал, и я проходил мимо этих дверей туда-обратно, туда, думаю, подойти, как-то вот, ну, не могу подойти. Я потом говорю, Боже, помоги мне, помоги мне сделать, ну, правильное решение. И в один момент я открываю дверь, он лежит на диване, и я подхожу к нему, и говорю, папа, прости меня. И у него потекли слезы, я говорю, папа, прости меня, и выскочил быстренько, ну, с комнаты. И такое состояние мира пришло в мое сердце, такая радость, как будто какой-то груз упал с плеч. И, вы знаете, я хочу вам сказать о послушании. Послушание всегда вначале приносит боль. когда Бог говорит, да, кого-то простить, но, а позже, оно потом приносит радость. Поначалу это больно, я не могу. Ну, как это? Он столько сделал зла. И моя история не единственная. Есть много историй, похожих или посложнее. Но потом пришла, пришла радость. я думаю, Боже, спасибо Тебе, что Ты дал мне силу. У меня не было сил. Я думаю, ну, как это так? Я помолился, и Бог дал мне силу это сделать. И пришла радость. Как важно быть послушным Богу в каких-то моментах. Это нелегко. И поэтому очень важно просить Духа Святого, потому что, на самом деле, Он, Он с нами. Он для этого послан. И Шоу говорит, что вы не сироты. Я пошлю вам Святого Духа, другого Утешителя. Наставника, помощника, помощника в повседневной вашей жизни. И это не стыдно каждый день просить Его о разных мелочах. Думаю, а что как-то беспокоить Его о каких-то мелочах? Это нормально. Он хочет помогать нам в разных мелочах. Потому что для этого Он был послан. И очень важно просить нам Духа Святого о том, чтобы мы сделали правильное какое-то решение. Потому что легче просить то, о чем мы хотим. Я хотел сказать слово хочется. Но как тяжело нам делать то, что мы не хотим. есть история одной проповедницы, да, может, вы знаете, Джоис Майер, которая тоже, она говорила о своей жизни, что у нее была очень нелегкая жизнь. Ее отец ее насиловал. И потом через время мать не могла ничего сделать, боялась. И потом через время, когда отец заболел, нужно было за ним ухаживать. И она говорит, что я не хотел этого делать. Я просто не хотел этого делать. но это когда я просто просила Бога помощи, просила Бога помощи. Господь, помоги мне, помоги мне простить его, и помоги мне правильно поступить. Есть много в жизни ситуаций, где мы должны поступить правильно. По отношению к брату, по отношению к сестре, по отношению к нашим близким, к родственникам, по отношению к детям, к родителям. Может быть, вначале это будет нелегко, это будет больно, но позже мы почувствуем радость, и в этом Бог, Он прославится. И она сказала, что отец потом покаялся, и в слезах он принял Господа, и шо, и пошел на небеса. И как здорово, когда ты понимаешь, что ты сделал правильно, как бы тебе этого не стоило, но ты поступил правильно. Поэтому я хочу, друзья, помолиться за каждого из нас. Мое послание первое о том, что Дух Святой, Он хочет помогать нам в простых мелочах. И мы не должны стесняться или такое ложное мнение беспокоить или тревожить Его по мелочам. Но Он хочет помогать нам. Он помогает в больших ситуациях, в больших вещах, но также Он и помощник нам в обычной посередневной жизни. Я это убедился, но в своей жизни, и я убеждаюсь это в своей жизни каждый день. Мне тяжело просить. Я до сих пор где-то борюсь вот с этим состоянием, думаю, ну как-то тяжело, я лучше сам сделаю. Я лучше, ну, я думаю, что каждый из нас, кто-то, может, возможно, очень часто просит. Но мне нелегко просить. Но я где-то, бывает, перебариваю себя, я это делаю. Поэтому я бы хотел помолиться, чтобы Дух Божий, Он помогал вам во всех мелочах. И чтобы мы все-таки начали просить Его. Просить о важных, о главных, возможно, о тех вещах, которые нам трудно сделать. Но мы должны это делать. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что никто здесь сидящий, он не сирота. Я благодарю Тебя, что среди нас, внутри нас есть Дух Святой. Я благодарю Тебя, что Он помогает нам в любых ситуациях. Боже, и я молю Тебя за каждого брата, за сестру. Я молю Тебя, чтобы мы ушли от этого понимания неудобства, неуверенности, этого лживого понимания о том, что зачем мне просить о мелочах? Или вообще, что мне, что Богу дам моих мелочей? Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты помог. Помог каждому брату. Сестре, Боже, помог разрешить любые ситуации. Потому что мы читаем в Писании. И мы верим в то, что Ты послан. И одно из имен – это помощник. Помощник во всем. Господь, я прошу, помоги. Помоги нам, Боже, простить. Помоги нам, Боже, не обижать никого. Помоги нам, Боже, сделать правильное решение. Помоги нам, Боже, в учебе, в работе. Я прошу Тебя во имя Ишова. Помоги нам примириться с врагами. Помоги нам полюбить тех, кто обижает или обижал нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твою милость. Спасибо Тебе, что Ты с нами. Слава Тебе. Боже, у Иисуса. Слава Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok